Здравствуйте, уважаемые любители шашек! Сегодня я продолжаю разбор жеребьевки дебюта, так называемая летающая шашка. То есть белая шашка С1 летит на поле А6, а черная шашка А6 летит на поле С5. Спасибо Роману Щукину, шашисту из Санкт-Петербурга. Напомнил мне, что я обещал записать. Знаете, если бы не напомнил, как говорится, то я бы, наверное, и не записал уже, забыл бы. Так что, пишу видео в 3 часа ночи, но, как говорится, обещал, вот выполняю. Значит, первый ход CB4. В прошлый раз мы разбирали с вами ход FE5, но это, конечно, не сильнейшее продолжение за черных... Сильнейшее продолжение за черных BE5. Сейчас белым лучше всего разменяться, именно одинарный размен, двойной плохо. Так, и в этой позиции сильнейший ход, я считаю, за черных FE5. Далее, как играть белым? Ну, FG3, ED4. В этой позиции лучше всего разменяться назад. И черным лучше всего продолжать в этой позиции GF6. Затем белые. Как видите, грозит комбинация DE5 и FG5. Но у белых, по сути, нет никаких лучших вариантов. То есть, кроме как подставляться черным под комбинацию. Здесь черные могут сыграть и CB6, но могут провести комбинацию. То есть, DE5, побили, FG5, побили, побили. Ну, кажется, что у белых проигран, на самом деле, это не так. Позиция довольно-таки быстро уравнивается после размена. GF4. Ну, и, допустим, AB6, BC3, CD6, ED2, BC5, DE3. Ну, позиция уже, то есть, быстро довольно-таки уравнивается. Так. Как могли еще сыграть черные? Черные в этой позиции могли, конечно, не проводить комбинацию. Могли сыграть CB6. Здесь уже как играть белым? Ну, допустим, BA5. И лучше всего черным играть BC7. FE5 уже практически проигрывает. Потом разберу. Дальше, как играть? DE3 за белых. Ну, и за черных тоже тут размен идет. Белые вперед меняются. Допустим, FE5, GF4 разменялись. АЖ7, FE3. Примерный план. То есть, позиция уже уравнялась. GF6, AB4, допустим, FE5. То есть, самый интересный план за черных. То есть, именно ходом FE5. Давление оказывают. За белых сейчас надо играть Е4. Практически единственный ход. Если белые хотят бороться за ничью, а, как говорится, не испытывать судьбу. Далее, черным надо играть Е4. Белые нападают. DE5 отходить нельзя из-за удара по затылку. Поэтому надо отдавать шашку. АB6 отдали. BC5 напали. Здесь лучше всего белым сыграть GF4. Побили. И CD4. То есть, хода AB2 нет из-за хода DC5 и удар по затылку. Поэтому черным лучше всего продолжать здесь EF6. У белых сейчас единственный ход. GF2. Все остальное проигрывает. Дальше как играть? FG5. FE3. CB6 лучше всего здесь пожертвовать за черных. И идти в дамки. Ну и, допустим, возможно, следующее продолжение партии. DC5, B1, CB6. Побили. BA7. DE7. То есть, если белые поставят дамку, черные отдадут. ED6 ходом. И побьют дамкой на G1 с выигрышем. И белые здесь сами жертвуют. FE5. Побили, побили. Ну и в этой позиции можно завершить партию в ничью. Вот такой примерный вариант. Конечно, есть еще множество тут вариантов. Ничейных все не буду приводить. Я думаю, это не стоит. В этой позиции скажу единственное, что после хода BA5 ход FE5 за черных проигрывает. То есть, вроде бы, кажется, ничего такого опасного за черных. На самом деле это проигрывает. И все сходится довольно-таки красиво. Поэтому приведу весь вариант. DC3. Дальше как играть? То есть, BA5 хода нет из-за CB4. ED4 нет из-за GF4. Ну, давайте примерный план. BC7. Поставили угрозу. ED4. Белые связали. Черные ходом CB4. Как играть дальше? AG7, допустим. ED2. Постоянно нет нападения. BA5. Видите? То есть, белые отойдут. Черные побьют. И белые пройдут в дамки. То есть, как играть? GF6, допустим, разменялись. Назад. Fe5. FG3. Ну, здесь как бы черные не играли, тоже проигрыш. Если играют, допустим, ED4 здесь, то белые просто нападают. Ходом DC3 надо отходить. И после размена GF4, то есть, видите, угроза стоит Fe5 ходом. И от этой угрозы нет спасения. То есть, вроде бы простая угроза, но нет спасения. Как еще здесь можно было сыграть за черных? EF6, допустим. Тогда уже DE3. Fe7, если, то EF4. FG5, AG7. Отдали. Поставили дамку на H8. Ну, сильнейшее продолжение тут EF6. И после BC3, BA5, CD4. Можете убедиться сами у черных проигрыш во всех вариантах. То есть, в этой позиции ход BC7 проигрывает. Ой, Fe5 проигрывает. Так. Как еще можно было сыграть? В этой позиции вместо GF6. И затем белые играли АЖ3. Можно... Так. Это мы уже разобрали, значит. GF6. Так. В этой позиции вместо Fe5 еще есть сильный вариант за черных CB6. 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 Далее. Как играть лучше всего белым? FG3. Be5. Ну, здесь кроме хода Be5 есть ход Fe5. И далее, возможно, следующее течение партии. GF4. Разменялись назад. Если Б5 черные играют, то просто АЖ3 разменялись. Ну, после ЕД4 тут ничего такого нет. Позиция довольно-таки быстро уравнивается. В одной из партий мне даже удалось победить в этой позиции за белых. То есть, а если не играть Be5, подождать еще GF6, то есть вынудить белых сделать ход АЖ3, вот здесь уже выгодно нападать. Be5. И за белых тут практически единственная ничья, которую, конечно же, надо знать. То есть, вот это тоже один из сильнейших вариантов игры за черных. Если белые не знают точный порядок ходов, то они, скорее всего, проиграют в этой позиции. То есть, надо играть БЦ3, АБ6. GH4, АЖ7, FG3, Fe5. Меняются назад. Колонка все еще остается. Но, тем не менее, она сейчас разрушится. То есть, белые шашки Е3, F2, G1. Черные играют GF6, FG3, Fe5. То есть, черные сейчас угрожают ходом ЕF4 отдать две шашки, побить шашку C7 ходом на D6. И затем снять шашку B4 и поставить рожом на C3. Белые это все видят, но все-таки они в этой позиции могут сделать ничью. Давайте рассмотрим сильнейший вариант. GH2. Черные подрывают. Бьют на D6. То есть, и сейчас, как ни странно, у белых есть ничья. ЕF4, побили. Хочется сыграть АЖ7, но там плохо проигрывает. Надо играть Fe5. Вот в этой позиции у белых все-таки есть ничья. То есть, как играть? Есть три варианта. БА5, ДЦ7 и ЦД4. Ну, если БА5, то мы играем АЖ7. Жертва, ну, довольно-таки предсказуемая. И затем играем ЕД6. Вы можете убедиться, в этой позиции белые достигают ничьей. Это единственные ходы за белых. Если черные играют в этой позиции ДЦ7, то у белых опять единственный ход АЖ3. Ну, и после сильнейшего ЦД4, белые играют АБ4 и тоже во всех вариантах достигают ничьей. Если же в этой позиции черные сразу играют ЦД4, то белые отвечают АБ4 и также везде достигают ничьей. То есть, вот это вот единственная ничья в этом варианте за белых. Ну, конечно, в этой позиции еще можно не только ЕД4 играть, можно еще и БА7 сыграть. Если черные играют БА7, тогда уже белые играют ЖА4. Ну, меняться надо, иначе у черных будет даже хуже. Разменялись, побили на Ц3. Как играть дальше? Ну, сильнейший вариант здесь показывает компьютер ДЦ7. И после ЦД4, ну, можно, кстати, и ЕФ2 тут пойти. Пустим, ЕФ2, ЦБ6, ФЕ3, ой, прошу прощения, друзья, ФЕ3 проигрывает. ФЖ3 именно. Ну, и здесь как бы черные не играли, у белых везде есть ничья. Допустим, БЦ5, ЖФ4 разменялись на Ф2. Тут у белых даже выигрыш еще показывает компьютер. То есть, связка работает. Допустим, сюда, 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 сюда. Ну, у белых выиграно. То есть, тут уже черные должны соблюдать осторожность. То есть, надо играть ЕФ6, и после размена на Ф2 у черных тут есть ничья. Ну, допустим, ходом ФЖ7 самая простая ничья достигается. Допустим, АСЖ3, АБ6, ЖФ4, БЦ5, ФЖ3, ЦБ4, ЖС4, сюда, 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 сюда. Ну, и можно пойти сюда. С ничьей. Так, какие еще интересные варианты тут есть игры за белых и за черных? И еще варианты мы не рассмотрели. То есть, ЦБ6, ФЖ3, мы рассмотрели, значит, ход БА5 мы рассмотрели. Если черная игра ТФЕ5, то ЖФ4 разменялись. БА5 мы рассмотрели, ЖФ6 мы рассмотрели. То есть, в принципе, тут уже рассмотрели все варианты. Если же черные сразу же нападают на белых ходом БА5, БА5, то белые уже играют ЖФ4, и после размены играют ФЖ5. Здесь сильнейший ход за черных есть ДЕ5 и ЦБ4. Мы рассмотрим оба. То есть, если черные играют ДЕ5, то белые уже играют АБ2. Ну, и здесь за черных проигрывает, конечно, ход ЕФ4. Как ни странно. Неожиданная жертва. ЕД4. И у черных никаких шансов нет. Конечно, БЦ3 нельзя играть, надо играть АБ4. правильно, потому что на БЦ3 там идет жертва за черных. АБ4 правильно играем. Допустим, ДЦ7, БА5, БА7, БА3, ЦД6, АБ4. Ну, и черным просто некуда ходить уже в этой позиции. Все проиграно. То есть, ну, как еще можно было, в принципе, тут сыграть? То есть, ЕФ4 разобрали, проигрывает. В этой позиции можно было сыграть ДЦ7. Хороший вариант игры за черных. Теперь, как играть белым? Лучше всего ЕД2. Теперь черным лучше всего нападать ЕФ4, а белым играть БЦ3. Тут сильнейшее продолжение за черных ЦБ6, и белым тут уже надо жертвовать, иначе плохо будет. АЖ3. Необходимо играть так именно в этой позиции. Далее, ЦД4, ну, и у черных сильнейший вариант тоже тут. БЦ7, ДЦ3, ЦД6, ЦБ4. БА5 разменялись, бить надо только вперед за черных, остальное проигрывает. И тут форсированный вариант возникает. БА7, ДЕ5, ЕД4, ЦД2, ЦД2, ЖФ2, неожиданный ход, побили. Ну, и тут белые могут сыграть по-разному. Если они хотят обострить в этой позиции ситуацию, они, допустим, досконально знают этот вариант, то проще всего, конечно, тут сыграть вот таким образом. То есть, АБ4 пожертвовали, а затем сыграли ФЖ3 и ударили по затылку, то что называется. И возможен следующий вариант. ФЕ5, АБ8, ЕД4, ЦБ2. Обе стороны играют сильнейшим образом, все остальное хуже. АБ4, БА3, БЦ3, Б8 на Ф4. Практически единственные ходы пошли черной дамкой, остальное все хуже. ЖФ6, ФЖ5, АЖ7, ЖФ4. ФЕ5 пожертвовали, побили на ЦС, ЦД2, ЦД8, ЕД6, ДЕ7. Тут лучше всего отдать ДЦ3, побили и сыграть за черных ЖФ6. Ну и после АБ4 побили ЦД4, ничья белым и черным обеспечена. Ну, этот вариант скорее всего за черных. Тут очень точно надо играть белым, поэтому в этой позиции я бы, конечно, АБ4 не рекомендовал играть. Проще за белых, конечно, сыграть. ФЖ3 в этой позиции побили, побили. Ну и затем ЦБ2 вынуждено, АБ8. То есть обе стороны, видите, отрезали шашки соперника. Но белые еще пытаются провести свои шашки в дамке. Но после хода 1 на Д4, то есть черные вынуждены занимать нижний двойник, иначе у них плохо будет. Ну и возможно следующее течение партии. Допустим, БА5 Д4 на А7 ЦД2 А7 на Ж1 ну и Б8 на АЖ2. То есть если белые попытаются провести тут свои шашки в дамке, они рискуют, что черные проведут свои шашки в дамке. То есть позиция ничейная. тут в принципе если кто-то если белые начнут рисковать, они могут проиграть. Ну у черных соответственно тут вообще шансов нет. Ну где-то они в какой-то момент могут ФЕ5 пожертвовать, но ЕД6 нельзя ни в коем случае жертвовать. Именно ФЕ5 при случае. Остальное плохо. Вот такая интересная ничья еще была. Ну это сильнейший тут вариант за черных. То есть игра ходом ДЦ7. после ДЕ5. То есть ДЕ5 пошли АБ2 ДЦ7 сильнейший вариант. Так еще какие варианты были? То есть если черные не играют ДЕ5 есть еще интересный ход ЦБ4 в этой позиции. Ну и допустим возможно следующее течение партии АБ2 БА7 ЕД2 БА3 БЦ3 АБ6 ЖФ2 БА5 допустим АЖ3 То есть белые не дают черным пройти в дамке если они пожертвуют шашку АБ4 то белые побьют и нет хода АБ2 из-за хода ДЦ3 Поэтому черные вынуждены играть здесь ДЦ7 И далее возможны два форсированных варианта Один получше за черных другой похуже ЖФ4 СД6 Но лучше играть за черных в этой позиции именно СД6 Ход СБ6 хуже Давайте посмотрим Почему Если СБ6 черные играют то у белых тут шансы на выигрыш ЕД4 надо меняться назад ДЕ3 СБ6 ФЖ3 ФЕ5 единственный ход Далее ЖФ4 И у черных тут единственная ничья все остальное проигрывает СБ4 побили ЖФ6 побили побили Ну и здесь тоже надо играть очень аккуратно черным ХЖ5 БЦ7 единственный ход все остальные проигрывают ЖФ6 СД6 АЖ7 Ну и здесь уже черные наконец-то могут повести свою шашку в дамки АБ2 поставили дамку побили и побили Ну и в этой позиции ничья допустим ФЖ5 ушли на А1 поставили дамку на Ф8 грозят сыграть ЖФ6 и черные пожертвовали шашку и ничья будет засчитана через 5 ходов потому что черные владеют большой дорогой Это тяжелая ничья за черных я бы не рекомендовал так играть поэтому в этой позиции лучше конечно играть СД6 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 Прошу прощения Так не в этой позиции а вот в этой позиции не СБ6 а СД6 Дальше как играть белым ФЖ3 ой СД4 единственный ход обратите внимание Ну и у черных теперь АБ4 ход есть ничья и ДЦ5 Ну как видите ход АБ2 проигрывает из-за удара по затылку ДЦ5 и ФЕ5 и выигрыш в этой позиции надо играть после СД4 лучше всего так меняться играть АБ4 и дальше возможен следующий вариант ФЖ3 отдали и побили еще одну отдали и побили две шашки лучший вариант как видите черные прорываются в дамки но путем тактических угроз белые сдерживают вот этот порыв черных лучше всего играть ЕФ4 ну и после АБ2 играть ФЕ5 то есть как видите дамку на С1 нельзя ставить из-за хода ЖФ4 поэтому лучше всего здесь за черных будет сыграть следующим образом СБ4 то есть белые в этой позиции следующим ходом грозят сыграть Е ЕД6 и подорвать пункт Ф8 уже с какими-то шансами на победу поэтому лучше всего сыграть БЦ3 побили ЖФ6 побили именно на Ж7 так побили 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 ну и здесь какая возможна ничья то есть АЖ7 Б1 надо ставить ЖФ8 отдали шашку и побили на АЖ2 как играть надо занимать большую дорогу за белых черные нападают на шашку опять ну и отрезают шашку белых по нижнему тройнику это ничья вот друзья в принципе это все варианты которые я хотел показать в этом непростом дебюте как видите даже в этой позиции в этой довольно таки кажущейся полупроигранной позиции и у белых и у черных есть шансы на победу друзья спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки если вам понравилось видео до свидания с вами был Олег Бурылов субтитры